добрый день я на блашином рынке мусвинтаж музей москвы какая прелесть не мягкий брус боже мой какие красотки вы посмотрите какие красотки сутки боже мой речь надо приставить нет это две штуки ааа, ты чё? ну это две штуки вот это две штуки давайте двоих закрепить закрепить это очень круто приедет, он достаточно дорогой просто не ест ну давайте две штуки а вот эти красавицы сколько стоят красавица на сумочку сколько стоят двенадцать тысяч двенадцать тысяч да, одна посмотрите, друзья какая прелесть вот это полторы тысячи боже мой сколько кукугай не знаю их два, кстати, здесь за пятьсот рублей чашка и сколько здесь всяких красивых вещей, друзья по два, два, три по два, три боже мой да, паузыка кое-как кое-как то не твой еще один боже мой да ну вот я подхожу уже к столу своего любимого антиквара смотрите здесь появилось много новых вещей и мы сейчас с вами о них поговорим я наконец-то добралась до своей Ольги любимой, да, ну и кстати любимой не только мной, а любимой я смотрю все кваблогеры мчатся и Иван, как его зовут? Иван Рыбников прям обожает около вас быть и да, потому что вы наверное единственное всех так подробно и так прям все рассказываете с удовольствием всегда рассказывать, покупать потому что многие рассказывают, но не так подробно как вы, вы просто совсем поэтому во-первых вам от зрителей большой привет, поздравления с верным воскресеньем и вам и всех зрителей поздравляем взаимно, чтобы у вас было все хорошо и чтобы у вас все было процветание, чтобы вы всегда приходили, слушали с интересом ваши вещи приходите в гости потому что во-первых вы коллекционер, еще вот можно сказать, что вы всегда знаете то, о чем вы говорите очень хорошо, да, подлинно, ну просто вообще до нюансов стараюсь узнавать о вещах, потому что ну любая вещь становится намного интереснее если ты узнал ее историю и какие-то по ней узнал тонкости и поехали а это что за фигурка такая красавица? это бельгийская такая девочка по-моему она даже в бельгийском национальном костюме здесь бисквит и смешан он с глазурованными такими частями покрашенными о, сложно она довольно-таки старенькая, мне кажется да вот такая интересная ну лицо очень хорошо прям прорисовано, смотрите как бы тонкая черта лица держит корзинку, наверное, идет на сбор винограда так красиво одетая потому что в этих краях, да, собирают виноград в том числе красавица красавица и сколько такая прелесть стоит? две с половиной тысячи стоит оооо такая девочка недолго недолго очень хорошие у вас, да, появились? да, это флаконы с серебряными крышечками а для чего они? для массива? это парфюмерные флаконы парфюмерные ну, по сути, можно использовать, я думаю, сейчас для чего угодно это первая, наверное, треть двадцатого века я так думаю ооо, вот эта совсем другая ооо, какая красивая форма вот такая форма здесь есть даже такая вот гравировочка такой винделёчек вот такие новые два флакона прелесть какая а еще хочу вам показать в моих любимых просто из моей коллекции эти фигурки это это Капо Димонте? Капо Димонте Джузеппо Армани наш любимый ооо, Джузеппо Армани так умеет делать только он, я вам скажу смотрите, какие лица и даже при минимальной раскраске насколько здесь детализированы они детализированы они есть клейма варанс да Джузеппо Армани его подпись и такое вот значёвка по Димонте и на них есть вот что интересно такие наклеечки сохранились номера сделаны они в Италии вот у меня дома остались вот три девочки и это вот два клоуна клоуны клоунесса тоже из моей коллекции но если найдут хозяина то я тоже буду рада это бисквитный это не бисквитный фарфор это запатентованная масса ну что-то между фарфором а похожим прямо на бисквитный иногда да 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 я тоже долго даже думала когда ещё только начинала коллекционировать что это бисквитный фарфор но всё-таки это вот такая именно запатентованная ими масса и сколько стоит такая прелесть пара стоит 12 тысяч они к сожалению редкие и не такие дешевые как хотела и не надо их разделять потому что они прям вот не хочу их разделять она кстати на него должна смотреть вот скорее вот так вот она кокетливо смотрит уезжает от него на таком скутере а он надувает щуки да прелесть такая сценка что я вам ещё не показывала это много чего вот этих вот показывала нет а это что такое это стеклянные фигурки ну медвежонок вы видите он просто из стеклянного такого матового стекла да а уточка сделана из аметистового так называемого стекла который меняет оттенок в Чехословакии и сколько такая прелесть уточка стоит 5500 а медвежонок 3500 они никак не маркированы и уточка вот сейчас мы видим что она такого сереневатого оттенка а на на дневном свете она станет серо-голубая ой как действительно камень александрит по-моему так меняет да 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 неодимовое александритовое стекло да такая у меня есть ваза тоже александритовое стекло тоже в Чехословакии красота вот вам покажу такая прелесть вышивка это крестик это крестик очень мелкий крестик аккуратный вот эти вот две вышивки они по 2000 сейчас покажу еще одну тут две тысячи вот такая вот корзиночка ой с фиалками ну вот не с фиалками меньше я вот в ту влюбилась да вот они вот это вот ну до чего хорошо прекрасные да по конве вышли крестик немецкие изумительные ну и рамочки у них прям прекрасные сделаны уже хорошо вставлены и сзади подвесы смотрю да я сама их привозила когда-то из Германии нет отлично ездила по границе я кстати к вам пошла на блошиный рынок и моя подружка из Германии тоже пошла в Германии на блошиный рынок и она мне фотографировала вещи присылала я говорю ты мне сейчас не фотографируй сама пошла вот такая вот это как раз к Пасхе да пасхальная вещица старинная пасхальная вещица старинное стекло яркое яркое как она стол украсит да это можно использовать и как масленочку и как паштетницу и под какие-то конвертики иногда не паштетницу какую-нибудь нет такая вот красивая какая прелесть такой красивый цвет очень очень зеленый такой молодой листвы желто-зеленый очень оживляет современную нашу очень замечательно так ну что тарелочки я хотела у вас новые тарелки появились вот эти тарелки по-моему такие они на стену прошли это настенные но так как тарелка под глазурью то в принципе при желании ее можно использовать подождите а они прямо с рельефом они рельефные они с барельефом тут вот такие цапельки чья же это такая красота аааа ну понятно красота очень известной хорошей мануфактуры кученройтер моей кстати любимой мануфактуры да а почему вы ее любите у них особое качество фарфора и по-моему оно даже превосходит иногда фарфор резонталя вот мое такое мнение а вот многие кстати которые собирают в германии она тоже любит женщин как она его видит в коробках она так радуется всегда а вот это какая красивая это тоже эта тарелочка небольшая но она потрясающая тоже кобальтовый барельеф да она объемная именно барельеф здесь нет клейма но вот такие тарелки я встречала это по-моему фрау кирка если я не правильно вспоминаю и они датировались годом олимпиады по-моему 79-й год вот тут нет сомнений что это немецкая думаю что повторить пока еще сложно такие вещи очень сложно да а вот это вот тарелочка покажу это франция вот я так и подумала настолько все светлое красивое ажурное тончайшая ручная роспись и это 19 век такие тарелочки посмотрите насколько тонко прорисованы цветочки да это ручная роспись ручная роспись друзья ручная роспись это кстати не так часто бывает и что это французская тарелочка на французских вещах клейма практически не всегда ставят да у меня тоже есть французская очень шикарная такая тартовница и там нет там цифры какие то есть и все да бывает цифры или ничего или просто отметки в тесте согласна я к вам боже мой а это чья такая прелесть это венгерская мануфактура по-разному произносит желнаи или желнай вот помните такое венгерское вино очень прекрасного такого такой и может быть правильнее даже произнести произнести тут желнай немножко я бы дохлепла вот это ручная конечно роспись такие василечки я хочу сказать почему-то я сталкиваюсь в последнее время что венгерский очень красивые вещи просто фарфор изумительный у них чудесное качество фарфора я вот не слышала до этого а сейчас сталкиваюсь и вот именно такой хороший фарфор такая вот чашечка милейшая это это мокко размер это кофейная тоже да я подумала что это кофейная на два глоточка на три с насильками что-то такое прелестное вот еще раз покажу блюдечко посмотрите какая прелесть боже вот так выпить кофе особенно если взять на дачу выйти с этой чашечкой о боже подышать и выпить кофе в каком-нибудь пеньюарчике да просто в коллекции любоваться потому что такие вещи создают нам настроение настроение да а вот это что такое вот это вот покажу сейчас это для чего делали это современная уже плакеточка но она сделана по антикварным вещам это из полистона современная уже такая отливка хорошая проработка а из чего она это полистон полистон так ну кстати полистон последнее время тоже стал что-то дорого стоить особенно такие хорошие отливки сколько такую стоит две с половиной тысячи она стоит ну да небольшой но очень такой душевный конечно антикварная такая будет но это для чего-то да это вешается вешается на стену есть крючок на стену да для украшения очень очень такой вот кути даже ангел изумительная а чем рыбник не купил он любит такие вещи кстати может еще не видел он не был в этот раз да еще он был по моему в те выходные заходил он же ездил в алмату да я видела или там да тоже смотрела ее канал костюмчик себе такой прикупил видели мы все не успеваем все бортовые такое увидела просто так как я посмотрю а вот я вижу чайник у вас да это чайник кофейник кофейник кофей оооо! здесь какая-то надпись даже есть а что это такое надпись мы не еще не перевели я думаю что это на какой-то праздник для папы и может быть день рождения либо юбилей либо еще что-то и вот мы с вами видим модерн написано модерс модерс я к сожалению в письменной немецкой речи не очень сильно буду просить своих не модерта точно а вот я хочу сказать даже надпись такая вот как будто делали ее с этим потому что он настолько хороша на красиво какую почту я думаю под заказ этот чайник да выполнена надпись тем же золотом что и расписан сам чайник вот такая вот обратная сторона травы приносим подождите трава ниже с этим как его назовется рельефом здесь вообще много рельефа золотой посмотрите крышечка такая вот покажите крышечка такая изумительная и ручка и ручка тоже здесь и золото и рельеф и изумительная форма даже вокруг носика ведь почему разочные роман очень дорогой да сколько он стоит я хочу 9000 потому что он такой красивый и часто спрашивают меня как вы определяете возраст вот на этой вещи возраст уже видно невооруженным глазом да кому-то очень красивый очень красивый раз и не дома просто изумительный потрясающе 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 вы меня просто ошеломили дорогие друзья вас ждет продолжение обзора влашиного рынка мосвинтаж в музее москвы а вы еще увидите какую шляпу модную я себе купила и напишите мне идет ли она мне всем желаю удачи всего самого хорошего весеннего настроения обнимаю до встречи